всем привет сегодня рассмотрим так что это нажал рассмотрим такой паттерн проектирования как пул объектов так запись идет идет так в этот раз я на одном мониторе то все делал раньше меня второй был монитор но времена поменялись короче давно не было паттернов и вот сегодня пул объекта что это такое но основную задачу которую решает пул объектов это улучшение производительности и эффективности использования памяти за счет повторного использования объектов из фиксированного пула вместо их индивидуального выделения и освобождения ну в целом давайте пример такой рассмотрим обычно пул объекта выступает одиночкой то есть обычно есть одиночка синглтон есть одиночка короче это пример реализации этого пула объектов разное все зависит от вашей задачи от конкретных условий на вашей программе или открыт конкретных требований для вашей системы но суть примерно одна и та же то есть сейчас посмотрим пример ну я в общем озвучим что это такое пул объекта в общем смотрим пример вот у нас есть некая некий класс который описывает какую-то юнита ну как примеру как пример да и есть у нас класс который объявляет описывает пул объекта это у нас одиночка синглтон ну да здесь надо удалить конструктор копирования оператор присваивания но сейчас это неважно теперь смотрите есть функция get который возвращает указатель на объект юнит и есть функция release object которая типа освобождает объект то есть мы передаем указатель и она типа освобождает в чем фишка ну в данном случае в моей реализации память все-таки выделяется и выделяется в том случае когда нету свободных ячеек смотрите когда я делаю get что что я проверяю у меня есть массив посмотрите в данном случае вот это массив моих объектов массив пар первым элементом булевское значение true или false вторым элементом это умный указатель хотя можно и не умный сюда поставить я же говорю это всего лишь мой пример и он может отличаться от других реализаций дальше и у меня есть переменная которая говорит о том количестве используемых объектов ну которые используются на данный момент когда я говорю этому одиночке этому пулу объектов дай мне объект для использования мы проверяем сколько сейчас объектов используется если же в массиве еще нету ни одного объекта в данном случае m in size and use будет равно размеру ну к примеру m in use равен нулю размер массива тоже нулю значит я создаю вот говорю создать пару а здесь создать уникальный объект говорю создай объект этот флажок true или false говорит используется этот объект или нет так как был запрос и свободных как бы объектов нет то сразу же создаем пару делаем объект этот флажок true и значит в массиве он уже будет храниться и этот первый флажок первое это переменные пары на будет возведет будет возведен в true да в правду что объект используется и дальше я непосредственно возвращаю указатель на этот объект иначе если в массиве нашем массиве есть свободные ячейки объектов которые не используются то я ну ну да то я бегу по этому массиву и нахожу тот объект у которого первый элемент вот этот буллевский буллевская перемена равно false то есть false это говорит что объект не используется то есть как бы память по него выделено но не используется ну смотрите давайте я сейчас попробую микрофон двигал упал извините схематически это сейчас отобразить по объектам в чем же фишка фишка в том что по-хорошему у нас резервируется память но по хорошему это массив какой-то массив уже с уже выделенными объектами то есть с выделенной памятью под объекты есть и когда нам важно время создание объектов а это время может тратиться на выделение памяти на поиск нужного места менеджером памяти и все такое то есть когда нам это время критично либо когда нам когда а выделяя по объект память под который мы выделяем захватывать какие-то ресурсы а это дорого но его захват ресурсов и управление то когда можно создать определенный фиксированный размер ну массив фиксированного размера выделить память для всех этих объектов и дальше использовать их то есть в данном случае у меня смотрите пары есть то есть false 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 ну где-то вот так короче ну и так дальше напишем тут три точки и тут три точки то есть у меня моей реализации то есть это пары и массив из этих пар то есть здесь уже есть объекты память выделена соответственно когда мне нужен объект я говорю дальний объект если ну массиве уже не есть то я пробегаюсь и ищу тот объект который не используется в данном случае вот к примеру false значит я возвращаю указатель на этот объект и вот здесь возложил флажок в тру потом следующий идет запрос дай мне тот объект который не используется бегу по массиву нахожу его делаю труб дальше нахожу делаю true вот три объекта уже использовать в использовании вот как раз моя переменная где на in use то есть при следующем запросе это м in use будет равна размеру массива соответственно после этого будет добавляться новый элемент массив вот он добавился и флажок сразу же стал true дальше это функция get функция release когда нам объект не нужен мы передаем тот указатель того объекта который нам не нужен ну и к примеру в данном случае мы передадим указатель на этот объект значит не его нахожу и здесь флажок ставлю false то есть следующий раз когда кому-то нужен будет объект этого типа он скажет верни мне я функции get найду тот который не false и вернул то есть как вы понимаете я думаю вы уже поняли время на выделение памяти уже не тратится объекты лежат друг за другом соответственно 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 вот так то есть это моей но моей реализации а массив еще дополняется да вы же можете создать или в других реализация есть есть выделяется этот массив сразу определенного размера этот определенный размер на зависит от вашей задачи так как если вам уже потребовался пул объектов значит есть проблемы либо со скоростью выделение памяти до со скоростью создания объектов либо же как бы особых проблем нету для созд для выделения памяти но эти выделения памяти памяти происходят в одну секунду очень много раз соответственно там миллисекунда или наносекунда вся наносекунда и и в целом выливается то что в сумме может быть до секунды или до полусекунды или до 100 миллисекунд тратится время которое траты которого можно избежать используя пул объекта ну и в данном случае вот у меня есть тесты ну как бы этот пример будет лежать на китхабе в моем репозитории в паттернах поэтому вы без труда его найдете если я забуду в описании к видео кинуть ссылку ну и вот здесь у меня есть get я получаю объекты освобождаю дальше опять получаю это ну может давайте продебажимся и так чё мы тут видим у нас есть юнит а b c d так получаем объект а адрес 270 290 290 блин а чё так во ну у c 2b 0 дальше меняем 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 объект а ну x там и y дальше я освобождаю объект а освободил дальше я получаю хочу получить d ну выделить но получить новый объект да теперь смотрите сюда вернется адрес вот этого предыдущего объекта 270 потому что он уже был освобожден надеюсь смотрите какая проблема объект же используется заново значит нужно позаботиться о том чтобы когда мы получили этот объект данном случае то записать в него текущие ну какие-то данные из данном случае мы не выделяем память обычно если бы мы выделяли память то мы бы создавали объект с нужными нам данными так вот в этом случае время на выполнение на выделение памяти не тратится но нужно вам ручками написать заполнение объекта этими данными ну я думаю вы поняли потому что просто возвращается указатель уже год на на уже готовые объекты соответственно нужно выделять ну их чем-то инициализировать надеюсь это понятно и так что в общем можно сказать о пуле объектов он но пулы объектом хороши тогда когда есть фрагментация памяти а фрагментация памяти у меня уже где-то было видео по этому поводу вот и фрагментация памяти иногда может доставлять большие неудобства кроме всего прочего память то фрагментирована это одно но еще другая проблема в том что есть участки памяти которые вообще не будут использоваться из-за этой фрагментации соответственно как бы общий объем то есть не реальный а общий объем используемой памяти он будет выше ну из-за того что будут дыры которыми нечем будет заполнить соответственно пол объектов решает эти проблемы сад то есть это актуально для программирования встроенных систем для программирования там игровых консолей по типу xbox и подобных потому что там это там все это жестко и такие консоли должны работать дни недели месяцы должны работать без без там перезагрузки без утечек памяти потому что наши обычные компьютеры даже если будет происходить где-то утечка памяти то есть я не говорю что это хорошо но примеру да даже если будет происходить по утечка памяти там сотня байт в час то мы этого даже не заметим рано или поздно мы компьютер выключаем перезагружаем уходим домой ложимся спать включаем и все у нас нормально но сервера либо такие же консоли они могут работать очень долго соответственно 100 байт в час за день это от нас одно коле один объем утечек за неделю второй за месяц этот третий да и рано или поздно память память закончится то есть фрагментация означает что свободное место нашей кучи разбивается на мелкие кусочки памяти вместо больших открытых блоков так вот пул объектов как раз вот эти вот вещи и решая когда же нужно использовать пул объекта когда вам нужно часто создавать и удалять объект когда объекты одного размера когда выделение объекта из кучи работает медленней или может привести к фрагментации памяти и когда каждый объект инкапсулирует ресурс типа базы данных или сетевого соединения который сложно получать и можно использовать повторно чтобы повторно да не инициализировать соединение для этого можно использовать пул объекта но вы должны понимать что вот к примеру если бы у нас было четко зарезервированную память зарезервированное но там количество элементов то пул объектов эту всю память сразу же и использует соответственно вам нужно корректно выбирать действительно нужный размер этого массива вот то есть это нужно подтачивать под конкретно на свои задачи и под конкретно там свои какие-то реализации размер памяти для каждого объекта конечно же должен быть фиксирован тогда у нас не будет никакой фрагментации и все будет находиться последовательно друг за другом теперь важный момент вот с этим повторно используемые объекты не очищаются автоматически соответственно если вы в этих объектах храните какие-то секретные данные то после того как вы или перед тем как вы освобождаете этот объект посредством камеру этой функции в моей реализации то нужно эти данные затирать то есть вот здесь вы данные получили вот вы получили потом где-то вот тут вы номер между релизом и где там вы работаете с этими данными и перед релизом лучше их затереть потому что автоматически это не происходит дальше неиспользуемые объекты остаются в памяти вот к примеру мы получили а b c потом d получили и потом все их эти четыре объекта освободили сделали релиз это не означает что память освободилась память используется просто все эти четыре объекта будут готовы для повторного использования ты все это вы должны понимать если вы это все понимаете и пул объектов вам подходит то конечно же используйте пул объектов очень хорошая нужно и полезная вещь то есть моей реализации не надо придираться потому что реализации очень много разных иногда по неопытности я тоже мог придираться каким-то реализациям но вникая в детали проекта я понимал что именно вот такая реализация ну она как раз актуальна и другой быть не может именно для конкретного проекта или для ну там для задачи и все такое но в этом случае это просто не из реального проекта это просто вот так вот я сделал ну сделал как сделал еще вы же можете сделать по-другому поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки комментируем и все такое всем пока